Послание к евреям Святого апостола Павла Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там, имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда мелкий Седек встретил его. И так, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Потому что с переменой священства необходимо быть переменей и закона, ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающий. Ибо засвидетельствовано ты священник во век по чину Мелхиседека. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Луки святое благовествование. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов-голубинах. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матерь его, «Сей лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. И когда исполнишись дни очищения ею по закону Моисееву, вознесос-то Его в Иерусалим, поставите Его пред Господем, як уже исписано в законе Господне, як у всяк младенец мужеско полу, развязая ложе сна, свято Господеве наречется. И ежедати жертву пореченному в законе Господне два гордичища или два птенца глубина. И се бе человек в Иерусалиме, ему же имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чая у тех израилеве, и дух бе свят в нем. И бе ему обещанно духом святым, не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня. И прииде духом в церковь, и егда в видос-то родителя отрача Иисуса, сотворите им по обычаю законному о нем, и той прием его на руку своею, и благослови Бога и рече. Ныне отпущаешь и раба твоего владыку во глаголу твоему с миром, як увидите очи мое спасение твое, ежи и си уготовал предице всех людей свет в откровении языком, и слава людей твоих, Израиля. И бе Иосиф, и мать его, чудящийся оглаголем и ханем, и благослови я Симеон и рече к Марии, матери его. Се лежит сей нападение и навосстание многим во Израиле, и в знамение пререкаемо. И тебе же самой душу пройдет оружие, як у года откриются от мног сердец помышления. И бе Анна пророчица Чифануэлева от колена Осирова, сия замоторевши во дне к мнозик, живши с мужем седьмое лет от девства своего, и та вдовая-ка лет восемьдесят и четыре, я же не отхождаши от церкви, постом и молитвами, служащи день и ночь, и та в той час приставши исповедавшися Господеве и глаголуши о нем всем чающим избавления в Иерусалиме. И якоскончавшися вся по закону Господню, возвратившися в галерею в оград свой Назарет, отроча же растяша и крепляшися духом, исполняйся премудрости и благодать Божия бе на нем. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник, толкование на Евангелие от Луки Стихи 21-24 По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их, по закону Моисеева, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Когда закон дал заповеди, тогда нарушители он их подверглись проклятию. И так Господь обрезается, чтобы и в этом, исполнив закон, и не опустив ничего из заповеданного он им, искупить нас от проклятия. Да пристыдятся от сели теку и говорят, что воплотился призрачно, ибо как обрезан, если воплотился призрачно? Исследовать же, где находится обрезанная часть, бесполезно, ибо не должно изыскивать того, о чем Писание умолчало. Да это и совершенно бесполезно. Можно сказать, что она по отрезании пал на землю и осветила он ее, подобно как кровь и вода, истекшие из ребер его. А он, известным ему образом, сохранил частицу эту неврежденной, и по воскресенье снова восприял он ее, чтобы и всем отношений не оказаться с недостатком. Подобно как и мы, в воскресенье получим тело наше в целости. Примечай, что Господь зачался не тотчас, как ангел сказал, и вот зачнешь, но после сего, когда восхотел. Ибо смотри, что здесь говорит, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. Это видно из самого изречения, ибо не сказал, зачинаешь, но зачнешь. Из всего можно заключить, что Господь зачался в то время, но не в ту самую минуту, когда говорил ангел, а, может быть, когда окончил речь. Впрочем, мы говорим это неутвердительно. Когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву. Хорошо сказал по закону Моисееву, ибо поистине дева не имела необходимости ожидать дни очищения, которых в случае рождения мужеского пола было семь. В законе сказано «Женщина зачнет, зачнет от темени и родит младенца мужеского пола». Смотрим Левит, главу 12, стих 2. «А дева зачала не от темени, но родила духа святаго. Поэтому она не имела необходимости, а пришла во храм по желанию исполнить закон». Почему же в случае рождения мужеского пола дни очищения семь, а женского вдвое? Если женщина, сказано, зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста две недели. Опять же, Левит, глава 12, стихи 2-5. Потому что родившая мужеский пол вводит мир другого Адама, родившая женский пол рождает другую Еву, сосуд слабый и малосильный, сосуд глиняный, разбитый, трость обмана, наставницу прислушания. Слова закона, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, сбылись, собственно, на одном Христе, ибо Он Сам разверз ложе сна девы, тогда, как у прочих матерей, ложе сна разверзает муж. Закон повелевал приносить пару горлиц в показании того, что деторождение от чистого супружества, ибо о горлице говорят, что она целомудренная птица, так что, лишившись своего самца, с другими не совокупляется. Если же родители не имели горлиц, то приносили двух птенцов голубиных, чтобы жизнь сего детяти послужила к многочадию, ибо голубь – птица многоплодная. Стихи 25-32 Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведной и благочестивы, чающий утешение Израилева. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Симеон не был священником, но был человеком боголюбивым. Он ожидал, что придет Христос, утешитель евреев и освободитель от рабства греховного, а может быть и от рабства римлян, и Ирдова. Ибо кто уверовал во Христа, тот поистине свободен и в честью у царей и у всех людей. Посмотри на апостолов. Не были ли они рабами римлян? А теперь цари римские почитают их и поклоняются им. И так для них, израильтян, Христос стал утешением. «Сей Симеон, движим и Духом Святым, взошел в храм, когда Матерь принесла Господа и, приняв Его на руки, исповедует Богом. Ибо сказать, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, мог исповедующий, что Он есть Господь жизни и смерти». Смотри, как святые тело считают узами. Потому и говорит, «Ныне отпускаешь, разрешаешь, как бы от уз. По слову твоему говорит о полученном им предсказании, что он не умрет, пока не увидит Христа. С миром вместо спокойствия. Ибо человек, покуда живет, метется, как Давид говорит в Псалме 38, умерший же находится в мире. С миром можно разуметь и иначе, именно с получением ожидаемого. Прежде, чем я увидел Господа, я, говорит, не был спокоен помыслами, но ожидал Его и всегда помышлял с заботой, когда Он придет. А теперь, когда я увидел Его, я успокоился и перестал думать. Я разрешаюсь». Спасением назвал воплощение единородного, которое Бог уготовал прежде всех веков. Уготовал это спасение пред лицом всех людей, ибо для того Он воплотился, чтобы спасти мир, и чтобы воплощение Его явлено было всем. Спасение это и есть свет к просвещению язычников, то есть для просвещения мраченных язычников и в славу Израиля, ибо Христос есть поистине слава израильского народа, потому что от Него Он воссиял, и поистине благоразумные находят для себя величие в этом. Так, говорит Симеон, а мне кажется, что сему Симеону приличествуют и слова Давида, «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Псалом 90, стих 16. Стихи 33-35. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матерь его, «Сей лежит сей на падении и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу». Да откроется помышление многих сердец. Симеон благословил обоих, а речь обратил к истинной матери, оставив мнимого отца. «Се, — говорит, — лежит сей на падении и на восстание многих в Израиле. Нападение не верующим, а верующим на восстание. Или иначе, Господь лежит на падении зла гнездящегося в душах наших и на восстание добра. Падает блуд, восстает целомудрие». Можно разуметь еще иначе. Христос лежит на падении, вместо «Сам» имеет пострадать и подвергнуться смерти, а через «Его» падение многие имеют восстать. Итак, после слов «на падение» поставь точку, потом начинай, и на восстание многих. Знамение — есть крест, который доселе находит противоречие себе, то есть не принимается неверными. Называется и воплощение Господа знаменем и знаменем чудным, поскольку Бог стал человеком, а Дева — Матерью. И этому знаменю, то есть воплощению, Христа противоречат, ибо одни говорят, что тело с неба, другие, что оно призрачное, а иные пустословят еще иное. И тебе самой, Деве, оружие пройдет душу. Оружие им называет, может быть, скорбь бывшую пристрадании, а может быть, и соблазн, который природился к ней при виде Господа распятым. Ибо она, может быть, помышляла, как был распят, умерщлен и оплеван тот, который делся без семени, творил чудеса, воскрешал мертвых. Да откроются помышления многих сердец. Сие означает то, что откроются и обнаружатся помышления многих соблазняющихся, и облеченные, они найдут скорое врачевание. Например, и ты, Дева, откроешься и обнаружишься в своем мудровании о Христе, потом утвердишься в вере в Него. Подобно и Петр оказался отвергшимся, но явилась сила Бога, снова приявшего его через покаяние. И иначе открылись помышления многих сердец, когда обнаружился предатель, и обнаружили слюбящие его, каковы, например, были Иосиф, пришедший к Пилату, и жены, стоявшие у креста. Стихи 36-40 Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Евангелист останавливается на повествовании об Анне, перечисляет ее Отца и Колено, чтобы мы знали, что Он говорит истину, так как Он приглашает как бы многих свидетелей, знающих Отца и Колено. Она вместе с другими славила Господа, то есть благодарила Его, и всем передавала Господе, что Он есть Спаситель, и утешение нас, ожидающих искупления. По исполнении всего они возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Вифлеем был также их город, но как отчизна, а Назарет как место жительства. Иисус возрастал по телу, хотя Он мог бы от самой трубы достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда мог бы показаться призраком, поэтому Он растет мало-помалу. С возрастом проявлялась премудрость Бога-Слова, ибо Он был мудр не по успеху в учении, прочь такая мысль. Поскольку же Он прирожденную премудрость открывал мало-помалу, то говорится, что Он успевал и укреплялся духом сообразно с возрастом телесным, ибо если бы Он явил всю премудрость в самом первом своем возрасте, то показался бы чудовищным, а теперь обнаруживая самого себя сколь можно в соответствии с возрастом, Он исполнял домостроительство неприемля мудрости, ибо что было бы совершеннее совершенного изначала? Однако же Он присущую мудрость обнаруживает мало-помалу. Вопрос Что такое естественное состояние души? Что такое состояние противоестественное? Что такое состояние сверхъестественное? Ответ Естественное состояние души есть ведение божьих тварей, чувственных и мысленных. Сверхъестественное состояние есть возбуждение к созерцанию присущественного божества. Противо естественное же состояние есть движение души в метущихся страстями, как сказал божественный и великий Василий, что душа, когда оказывается сообразную с естеством, пребывает горе, а когда оказывается вне своего естества, являются долу на земле. Когда же бывает горе, оказывается бесстрастную, а когда естество не зайдет от свойственного мужчина, тогда открываются в нем страсти. И так явствует наконец, что страсти душевные не суть душевные по естеству. Если душа в охуждаемых телесных страстях приходит в такое же движение, как и в голоде и в жажде, то поелику в рассуждениях сих последних не положено ей закона, не столько бывает она достойна порицания, как в прочих страстях, заслуживающих порицания. Случается, что иногда иному бывает попущено Богом сделать что-либо по-видиму неуместное, и вместо порицания и укоризм воздается ему благим воздаянием. Так было с пророком Осию, который паял в жены блудницу, с пророком Ильею, который по ревности Божией совершил убийство, и с теми, которые по повелению Моисееву мечом убили своих родителей. Впрочем, говорится, что в душе и без телесного естества естество есть вожделение и раздражительность, и это суть страсти души. Вопрос То ли сообразно с естеством, когда вожделение души воспламенено божественным, или когда обращено на земное и телесное? И для чего душевное естество обнаруживает ревность свою с раздражительностью? И в каком случае раздражение называется естественным? Тогда ли, как душа раздражается по какому-либо плотскому вожделению, или по зависти, или по тщеславию, или по чему подобному, или, когда раздражает ее что-либо противное сему? Пусть отвечает у кого слово, и мы последуем ему. Ответ Божественное Писание многое говорит и часто употребляет именование не в точном смысле. Иное свойственно телу, но сказуется от души. И наоборот, свойственное душе сказуется от тела. И Писание не разделяет всего, но разумные понимают это. Так и из свойственного Божеству Господа иное, неприменимое к человеческой природе, сказано в Писании о всесвятом теле его, и наоборот, уничижительное, свойственное ему по человечеству, сказано о божестве его. И многие, не понимая цели божественных словес, поползнулись в этом, погрешив неисправимо. Так в Писании не различается строго свойственное душе и свойственное тело. Посему, если добродетель естественным образом есть здравие души, то недугом души будут уже страсти, нечто случайное, превшедшее в естество души и выводящее ее из собственного здравия. А из всего явствует, что здравие предшествует в естестве случайному недугу. Если же это действительно так, что и справедливо, то значит уже, что добродетель естественным образом бывает в душе, случайное же вне естества души. Вопрос Страсти телесные естественно ли приписывается телу или как нечто случайное и страсти душевные принадлежащие душе по связи ее с телом естественно ли и в несобственном смысле ей приписываются ответ о страстях телесных никто не осмелится сказать, что принимаются в несобственном смысле а о душевных страстях как скоро дознано и всеми признается что душе естественна чистота должны смело сказать, что страсти немало неестественны душе потому что болезнь позднее здравия а одному и тому же естеству невозможно быть вместе и добрым и лукавым посему необходимо одно предшествует другому естественно же то чем предварено другое потому что о всем случайном говорится что оно не от естества но превзошло от вне и за всем случайным и превзошедшим следует изменение естество же не переиначивается и не изменяется всякая страсть служащая к пользе дарована от бога и страсти телесные вложены в тело на пользу и возрастание ему таковы же и страсти душевны но когда тело лишением свойственного ему принуждено стать вне своего благосостояния и последовать душе тогда оно изнемогает и терпит вред когда и душа оставив принадлежащие ей последует телу тогда и она терпит вред по слову божественного апостола который говорит плоть похудствует на духа дужина плоть сия же друг другу противиться послание к галатам глава 5 стих 17 посему никто до них улит бога будто бы он в естество наше вложил страсти и грех бог в каждое из естеств вложил то что служит к его возрастанию но когда одно естество входит в согласие с другим тогда оно обретается не в том что ему свое но в противоположном тому а если бы страсти были в душе естественно то почему душа терпела бы от них вред собственно принадлежащее естеству не вредит ему вопрос почему телесные страсти возвращающие и укрепляющие тело вредят душе если не принадлежат ей собственно и почему добродетель утесняет тело но возвращает душу ответ не примечаешь ли как то что вне естества вредит ему ибо каждое естество исполняется веселье приблизившись к тому что ему принадлежит но ты желаешь знать что есть собственного у каждого из сих естеств примечай что спомоществует естеству то есть его собственное а что вредит то есть чуждое и от вне превзошедшее и так по велику дознано что страсти тела и души одни другим противоположны то уже все сколько-нибудь вспомоществующие телу и доставляющие ему отдохновение есть его собствен но когда сдружилась с тем душа не говорится что это ей естественно ибо что составляет собственность души то смерть для тела впрочем в несобственном смысле сказанной выше приписывается душе и душа по нем ищет тела пока носит на себе оно не может от всего освободиться потому что естественно вступила в общение с скорбным для тела по причине того единения какое непостижимую премудростью установлено между движением души и движением тела но хотя и в таком они взаимном общении однако же отличны и движение от движения и воля от воли а также и тело от духа впрочем естество не переиначивается напротив того каждое из естеств хотя и крайне уклоняются в грех ли то или в добродетель однако же приводится в движение собственную своей воле и когда душа возвысится над попечением отели тогда вся всецело цветет духом в движениях своих и среди неба носится в непостижимом впрочем и в этом состоянии не позволяет чтобы тело не помнило своего собственного и так же если тело оказывается во грехах душевные помышления не пристают источаться в уме вопрос что такое чистота ума ответ чисто умом не тот кто не знает зла ибо такой будет скотоподобным не тот кто по естеству находится в состоянии младенческом не тот кто лицемерит но вот чистота ума просветление божественным под деятельным упражнением в добродетеля и не смеем сказать чтобы приобрелся я кто без искушения помыслов как необличенный телом ибо не отваживаемся говорить чтобы наше естество до самой смерти не было боримо и не терпело вреда искушением же помыслов называю не то чтобы подчиняться им но чтобы положить начало борьбе с ними перечисление движений помыслов движение помыслов в человеке бывает от четырех причин во-первых от естественной плотской воли во-вторых от чувственного представления мирских предметов о каких человек слышит и какие видит в-третьих от предзанятых понятий и от душевной склонности какие человек имеет в уме в-четвертых от прирожения бесов которые воюют с нами вовлекая во все страсти по сказанным прежде причинам поэтому человек даже до смерти пока он в жизни этой плоти не может не иметь помыслов и брань ибо рассуди сам возможно ли чтобы прежде ишествия человека из мира и прежде смерти пришла в бездействие которая либо одна из их четырех причин или возможно ли телу не домогаться необходимого и не быть вынужденным пожелать чего-либо мирского если же неуместно представлять себе что-либо подобное потому что естество имеет нужду в таких вещах то значит уже что страсти действуют во всяком кто носит на себе тело хочет ли он того или не хочет поэтому всякому человеку как носящему на себе тело необходимо охранять себя не от одной какой-либо страсти явно и непрестанно в нем действующей и не от двух но от многих страстей победившие в себе страсти добродетелями хотя и бывают тревожимы помыслами и прирожениями четырех оных причин однако же не уступают над собою победы потому что имеют силу и ум их восторгается к благим и божественным пометованиям вопрос чем разенствует чистота ума от чистоты сердца ответ иное есть чистота ума а иное чистота сердца ибо ум есть одно из душевных чувств а сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства оно есть корень но если корень свят то и ветви свят то есть если сердце доводится до чистоты то ясно что очищаются и все чувства если ум приложит старания к чтению божественных писаний или потрудится несколько в постах в бдениях в безмолвиях то забудет прежнее свое житие и достигнет чистоты как скоро удалится от скверного поведения однако же не будет иметь постоянной чистоты потому что скоро он очищается но скоро и оскверняется сердце же достигает чистоты многими скорбями лишениями удалением от общения со всем что в мире мирского и умерщвлением себя для всего этого если же достигло оно чистоты то чистота его не сквернится чем-либо малым не боится великих явных браний разумею брани страшны потому что приобрело себе крепкий желудок который может скоро переварить всякую пищу несваримую в людях немощных ибо врачи говорят что всякая мясная пища неудобо варима но много силы сообщает телам здоровым когда приемлет ее крепкий желудок так всякая чистота приобретенная скоро в короткое время и с малым трудом скоро теряется и оскверняется чистота же достигнутая многими скорбями и приобретенная продолжительным временем не страшится какого-либо непревышающего меру прирожения который-либо из частей души потому что укрепляют душу Бог Ему слава во веки веков Аминь живы в помощи от сети ловчат слависи мятежно плечма своема осенит тебе под крылею надеешься оружием обыть истина его не убоишься от страха ночна от стрела летящая во дни от вещей во тьме приходящей от срящей небеса полудиного подета страны твоя тыща и тьма десну тебе к тебе не приближится обачи от чима твоим осмотришь и воздаяние грешников узришь яку ты господи упование мою вышнему положилось и прибежище твое не приид к тебе злой рано не приближится телеси твоему яку ангелам своим заповесю тебе сохранить во всех путях твоих на руках возму тяда никогда притни шаками ногу твою на спи да и усилийско наступишь и поперешь льва и змия яку на мя уповая сбавлю покры яку познай имя мое воззовет ко мне услышу его с ними в скорби изму его и прославлю его долготую дни исполни его являю ему спасение мое возведох очи мои в горы отнюду же приедет помощь моя помощь моя от господа сотворшего неба и землю не дашь во смятение ноги твоей ниже воздремлет храняй тебя все не воздремлет ниже уснет храня израиля господь сохранит тебя господь покров твой на руку десную твою во дни солнце не ожет тебе ниже луна ночью господь сохранит тебя от всякого зла сохранит душу твою господь господь сохранит вхождение твое исхождение твое отныне и до века отче наш и живи си на небесе да светится имя твое да приедет царствие твое да будет воля твоя господи дай мне с душевным спокойствием встретить все что принесет мне наступающий день дай мне всецело предаться воле твоей святой на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня какие бы я не получал известия в течение дня научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением что на все святая воля твоя во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть что все не спослано тобой научи меня прямо и разумно действовать с каждым ближним моим никого не смущая и не огорчая господи дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня руководи моею и научи меня молиться верить надеяться терпеть прощать и любить аминь достоя есть я Бог истину блажен дитя Богородицу христа блажен и премьи порочную и Матерь Бога наш честнейшую хирург и славнейшую хирург сравнения с терапи и премьи и смения Бога слава нашею сущную Богу родинцу тя величай величай е е аминь виселивися Господи и радуйтесь об travail дни и радуйтесь об дни ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»